Друзья, здравствуйте! С вами Владимир. Сегодня в этом коротком видео хочу поговорить на такую тему сколько инструментов торговать, как получить прибыль, торгуя одну валютную пару и на что обратить внимание при выборе инструмента. Это видео будет полезно для тех, кто недавно на рынке, а также для тех, кто уже торгует определенное количество времени, но без положительного результата. Что я хочу этим сказать? Друзья, выберите один инструмент и пробуйте на нем заработать. Будет положительная статистика, будет результат, пожалуйста, добавляйте инструменты. Этот вопрос я задавал трейдерам, получил на него неоднозначный ответ. Кто-то говорит, что 10-15 инструментов это нормально, для кого-то 5-6 инструментов торговать комфортно, но и некоторые в меньшинстве говорят, что 1-2 инструмента этого достаточно. Что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии к этому видео. Идем дальше. Следить одновременно за таким количеством инструментов крайне сложно. И есть ли в этом необходимость? Допустим, у вас в терминале открыто такое количество инструментов. И вы постоянно за ними следите. К тому же, если вы торгуете на таймфрейме M5, M15, и ищите свои точки входа на покупку, либо на продажу, вы переключаетесь с одного инструмента на другой. Видите, что цена подходит возле вашего уровня, который вы провели. Вы планируете здесь открыть ордер, либо на покупку, либо на продажу. Переключаетесь на другой инструмент. Опять же, видим, что цена торгуется возле вашего уровня. Соответственно, такая же и здесь ситуация в данный момент. Поэтому, переключаясь с одного инструмента на другой инструмент, вы теряете понимание того, что сейчас в данный момент происходит. То есть, куда нужно торговать, в каком направлении движется цена, в каком направлении тренд. Локальный, глобальный тренд. Это все теряется из виду. И к тому же, если вы открываете большое количество ордеров, а как правило, у трейдера, начинающего, депозит небольшой, а есть такое понимание, что риск на сделку, который, как нам всем объясняют, что он 1% депозита, и вы открываете несколько ордеров, то, соответственно, вы несете большую нагрузку на ваш депозит. Кроме прочего, есть еще такое понятие, как риск на день. Это важно понимать. То есть, если вы установили себе, что вы можете потерять в день, определенное количество денег, если вы открыли одну сделку, получили стоп, вторую сделку, получили стоп, открываете третий ордер, опять же, получаете стоп, все, в этот день вы не торгуете. Это и означает риск на день. Риски – это важно. Единственное, что трейдер может контролировать при торговле на бирже, это свои риски. Нельзя всегда думать о деньгах, но всегда необходимо думать о рисках. Это важно. Я считаю так, что нет стопа, нет сделки. Важно быть всегда готовым войти в сделку и досконально понимать, чем ты рискуешь. Это важно. Если мы не будем контролировать риски, а многие есть такие трейдеры, которые говорят, что можно торговать и без стопа, то есть я постоянно сижу у компьютера, в любой момент могу закрыть сделку, если пойдет что-то в противоположную сторону. Но у всех есть психология, все подтверждены. Возможно, просто психология не даст закрытую будущую сделку. Будем говорить себе, что сейчас вот-вот цена развернется и пойдет в нашу сторону. Но не всегда такое бывает, поэтому стоп важно ставить. Не важно, где именно стоп стоит, важно, чтобы он был всегда. Так как мы выбрали какой-то определенный инструмент, один, рассчитаем объем торгового лота на одну сделку, и мы понимаем, у нас есть текущий баланс, 500 долларов, размер стопа мы посчитали, взяли 1% на сделку, у нас получается 0.33 лота. Сразу хочу сказать, потому что задают вопросы, где это можно посчитать. У каждого брокера есть калькулятор трейдера, в данном случае это Герчик и Ко, в разделе инструменты, калькулятор трейдера, где можно открыть калькулятор, посчитать объем сделки, размер стопа, и риск на сделку. Теперь мы знаем, каким объемом торговать, переходим дальше. Правильный выбор торгового лота на сделку. Мы посчитали, что при депозите 500 долларов лот на сделку равен 0.33. Округлим его, чтобы нам легче было считать. Получается 0.3 лота. При правильном риск менеджменте можно развить этот лот на несколько частей. О чем это я? О том, что если мы планируем совершить одну сделку в день, то мы можем зайти максимальным лотом, это 0.3. Если же мы разбиваем на несколько частей, для того, чтобы дать себе возможность перезайти, если нас вынесло с пастопу, мы разбиваем его на несколько частей. Я предлагаю разбить либо на 3, либо на 4 части, но не больше. Почему? Потому что если мы планируем открыть 6 ордеров, и по каждому из них первый раз нас выбило, второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой раз нас выбивает по стопу, человек начинает тильтовать. Начинается тильт, человек совершает ошибки. Три допустимых, например, стопа, еще куда ни шло. Можем открыть 3 ордера. Себе сказали, что мы открываем 3 ордера по слотам 0.1. С этим разобрались, идем дальше. Вот вам пример. Смотрите, если вы открываете 6 инструментов при правильном риск менеджменте, что у нас 0.3 лота, который мы можем торговать в день, то есть риск на день, разбили этот лот на 6 частей и получаем 0.5 лота при стопе в 15 пунктов и профите в 45 пунктов, то есть 3 к 1. И если же мы по всем этим инструментам получаем профит, то 6 сделок с профитом мы получаем 13.5 пунктов. Это общий профит наш будет. Если же мы получаем стоп по всем этим инструментам, то у нас получается стоп в долларах 4.5 доллара. На одной паре больше можно сконцентрироваться и понять движение цены. Вот прошлый скрин. И теперь если мы возьмем, к примеру, одну валютную пару, которую мы торгуем, пусть будет это евро-доллар, слотом, который мы можем торговать, это 0.3, стоп 15, профит 45 пунктов. Теперь мы разбиваем на 3 сделки лот наш, 0.1 получается, на каждую сделку, стоп 15 пунктов также и профит 45. Соответственно, в двух этих вариантах, что здесь, что здесь, в обоих вариантах мы имеем одинаковый профит и одинаковый стоп в долларах. Что здесь, что здесь, мы имеем стоп 4.5 пункта и профит 13.5 пунктов. Это простая математика. Зачем открывать такое большое количество инструментов, когда не факт, что и здесь, в каждом мы можем получить профит, также есть варианты, что мы можем здесь получить стопы, так что этот вариант можно использовать, да, конечно, но мы сейчас, в данный момент, рассматриваем, что мы торгуем одну пару, одну валютную пару. Поэтому математика простая, что при том, что мы торгуем одну пару, мы тоже самое имеем, тот же профит, тот же стоп, но больше концентрации на этой паре. Какие параметры обратить внимание при выборе инструмента? Это спред, АТР и волатильность. Спред нам важен для того, чтобы понимать, где ставить стоп, какой его ставить стоп. Чем меньше спред, тем лучше. Для того, чтобы если большой спред, в данном случае, золото-доллар, то, соответственно, и стоп мы увеличиваем. А увеличивая стоп, мы увеличиваем риск. На это нужно обращать внимание. Также и АТР. Это важное понятие, но сейчас данный момент не об этом. Данный момент это то, на что нужно учитывать. Про АТР можно говорить отдельно. Но, тем не менее, это значение нужно понимать. Нужно обращать внимание. И волатильность. Волатильность также можно посмотреть. на разных порталах, чтобы было рассчитано. Чему я хочу сказать? О том, что если в инструменте большая волатильность, то, соответственно, и риски большие. Лучше выбрать ту пару, где небольшая волатильность, то есть инструмент ходит как бы стабильно, без всяких рывков, то есть вверх-вниз. Поэтому также на это нужно обратить внимание. Важность волатильности для трейдера. Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценовой бумаги, поскольку для определения стратегии психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, важно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. Поэтому обратите внимание при выборе инструмента на такое понятие, как волатильность. Это важно. Все остальные, это просто пример, да. Те вот спред, он у каждого брокера может отличаться. У некоторых брокеров плавающий спред, у некоторых брокеров фиксированный. Поэтому также обратите на это внимание. Это важно. важно для того, чтобы понимать, где ставить стоп. Я к этому хочу сказать. Надеюсь, понятно. Надеюсь, в этом видео кому-то поможет. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. И вам профитов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...